Время, время, время Блестовая стил Время, время, время Время, время, время Значит, мы с вами Обсудили следующий вопрос Вот имеется Вчера мы об этом уже начали говорить Как величина Е Так как мы ее используем Связана с законом Кулона С тем, что там стоит Для этого давайте я напомню Что мы расписали анктуру Вот такой минус 7 Интеграл Магричный элемент От потенциала Д4 Так было у нас написано Если у нас имеется Потенциал В Да Которая равняется Е в квадрате на n Вот И мы смотрим Растение Растение на Кулоновском церкви То Ну Тут Как получится Она Ну Чему равна Она будет равна Значит Она будет равна Ну Будет, например, возникать Интеграл От Е в квадрате На n Е в степени И ку Так Растение ПД Ну И кстати Да Д3 Так да Ну Отломовая функция Есть Координатная часть Так Этот Интеграл Известен Знаешь, чему равняется? Известен ГТ-10 Е Не надо Читать 4 А 4p 4p на 2 в квадрате 4p на 2 квадрате Вот Имеется Энкограл Так Кроме того здесь Имеется Маток, что Левом В В Таким образом амплитуда амплитуда. Амплитуда. Ну а в умовой функции известно чему х роман, это единица на остволе из В, т.е. с е. то есть одна частичка, амплитуда V верно. Идем дальше идем дальше. И тогда, вот эту часть координата, которую я уже сюда написал, остается интеграл по ДТ, тогда амперитуда будет равна чему? Минус И делится на В, но В это не это В, давайте я напишу здесь У, чтобы не было объема, потенциал будет так написано. Значит, В это делится два объема, здесь У это потенциал. Это будет равно 4b в квадрате, и что там будет? Е в квадрате, что еще у нас осталось? И остался интеграл по времени, который мы опять узнаем вчера, чему равняется. Это 2b в квадрате, и вот эту функцию от е в квадрате, минус 7ч. Так, да, это то, что вот рассеяние потенциал. Ну, теперь давайте попробуем вычислить, вот, используя наш простой чел. Могранжан, который мы с вами использовали. А рейтингом L, да, слово рабочее. E, написи чертой, а, извините, гамма мю, написи, а мю, да? Вот, здесь не было, так сказать, у нас по отдельности, гамма-электрон. Ну, вот, имеется такой потенциал. Это был граждан-земалийский. Тогда давайте попробуем понять, как это связано с этим рассеянием. Для этого что нужно? Давайте тут положим так, что у нас есть электрон, который, вот вы просто рассматривали, там, EE в мю-мю, да? Давайте предположим, что у нас есть электрон нервативистский, да? Который рассеивается на мюоне. Который, вообще, находится в покое. И мюон, так как в 200 раз тяжелее, да, то это может стать неподвижным центром, да? Ну, если вам мюон не нравится, можно какую-то другую часть и сюда еще потяжелее сказать, что там имеется, да? Вот, там, например, протон, да, или еще что-то, неважно. Вот, и давайте попробуем найти вот тоже амплитудовое рассеяние в этом случае. Ну, и тогда сравнивая, вот здесь вот мы знаем, да, вот там фон булона, да? Значит, и сравнивая тогда все это амплитуды, да, мы сможем сказать, как, что такое вот эта величина заряда, да, и что такое вот эта величина заряда, да? Это одно и то же или не одно и то же? Вот. Ну, потому что это мы знаем, да? Это е в квадрате, это одна сутра седьмая, правильно? Ну, наша цель, да. Ну, наша цель, да. Ну, наша цель, да. Я так понимаю, мы уже давно положили разуму е. Ну, вот. Для этого, для этого что? Рассмотрим процесс, когда е, ну, не знаю, там, где минус. Ну, минус, да, нам приходит, приходит минус, да? Тут пример. Да? Или е плюс на е минус переходит е минус е минус. Мы посмотрим, как это связано с другом с другом. Ну, для этого что? Для того, чтобы вышить этот процесс, ну, я напомню вам, что мы как пишем. Мы все пишем в виде чего там? Сумма единицы, там, нам ходим плюс 2 депсилон В. Так, да? На, что нам? У от, там, там, П, лямбда сумма по П, лямбда. На А, там, там, Т лямбда. На е в степени минус и В x плюс В от, т лямбда, на В крест лямбда, т лямбда, на е в степени и В x. Согласны? Я просто напоминаю вам. Вот. Ну, и все. Значит, тогда у нас, вначале, у нас есть электроны, ну, будем обозначать, там есть оператор рождения для электронов и мионов, да? То есть, будем предполагать, что, ну, в общем, у нас здесь, например, есть для электронов, да, для электронов, ну, есть то же самое, есть для ионов. Вот. Ну, это, в смысле, все для электронов, ну, понятно, электронные. Ну, везде есть электроны, да, операторы, вот, связанные с электронами, и есть слева, да? Ну, все, тогда, значит, что такое, мы опять, давайте вспомним, что такое начальное состояние. начальное состояние, это будет вначале, ну, например, если мы выберем одного знака, да, это будет А, да, электронный крест, или это там, П, ну, не знаю, там, я хоть, давайте здесь возьмем, да, П, рябда, П1, рябда, 1, и также имеется, ну, и он, да, А, крест, ну, там, К1, что-то там делать. Сигма 1. Мело в ногу, но все равно, как скотичь, что-то там, пылью, это будет почти. Значит, это начальное состояние, да, и конечное состояние. А, Е, крест, да, П, ну, П2, рябда, 2, и А, крест, мю, на К2, сигма 2. Ну, вот, все это, естественно, действует намного. Ну, вот, значит, если мы теперь рассматриваем, помните, да, с матрицы, да, у нас есть этот цепь произведения интеграл из интеграл-экспонента, да, и с интегралом Лагранжану, то есть х, вот так, да, вот так, да, вот так, да. Ну, Лагранжан у нас будет, соответственно, представлять сумму, мы уже с вами, наверное, как-то обсуждали, и то же самое для мионов, да, и, естественно, будет давать для такого растения второй порядок, правильно? То же самое, когда обсуждали идею двинку. То есть в первом порядке маточный момент будет, правильно? Ну, а в втором порядке будет только тогда произведение вот этого члена народа, вот этого члена, правильно? Двойка уходит, и получаем, ну, что нам нужно вычислить, амплитуда, я к чему говорю, что эта амплитуда будет чему равна? Амплитуда будет равна И, да, на конечное состояние, от чего? От интегралов Пси электрона, да, на гамма-мюн, на Пси электрона, на Пси иона, чертой гамма-мюн на Пси иона, да, на аммюн, ну, это, например, от х, а это от у, да, это будет на мюн от х, а это будет аммюн от у, ну, и интеграл по dx, по dy и по начальной системе Ну, вот, ну, опять же, так как мы уже что-то подробное делали, я сейчас попытаюсь это побыстрее сделать, вот, ну, что мы будем уметь? Мы будем уметь здесь, соответственно, от Пси чертой, ну, нужно будет брать вот эти, да, только, ну, так как у нас А, да, то у нас будет, вот эта часть у нас не участвует, да, в нашем, так сказать, вычислении, и поэтому будет, какая амплитуда? Будет амплитуда в следующем виде, да, еще я забыл, что написать, забыл написать и Е в квадрате, да, и Е в квадрате, так, да? Ну, проверяйте, есть какие-то, какое-то непонимание, ну, естественно, это легко вычисляется, это будет чему равняется? Вот у с чертой, да, от, чего там, В, что у нас в магидах пистолет? В2, да, В2, лям В2, гамма-мю, У, В1, лям Д1, значит, ну, матричный элемент здесь нужно устроить. Вспаривание, да, Т-произведение, только этот будет вам давать, это опять мы уже знали, поэтому я быстро это место прохожу, что называется, вот, и будет иметь следующее еще У, да, от К1, ой, эти К2, Сигма-2, гамма-мю от У, К1, Сигма-1, И что будет? Минус И, Ж-мин на, например, там, К1 минус П1, позитив, да, К1, нет, это будет, что, это будет, соответственно, вот, смотрите, у нас П2 и в конечном состоянии П1, да? То есть, это будет П1 минус П2, в квадрате, правильно? То есть, это, соответственно, вот такой диаграмм, здесь П1, П1, К1, а здесь П2, К2. Согласны? Ну, теперь нам осталось вычислить неративистический предел до этой амплитуды, да, и сравнить с тем, что у нас написано слева. Да, уже. Ну, давайте это и сделаем. Для того, чтобы вычислить неративистический предел этой амплитуды, нам надо вспомнить, к чему равняется У, да? Неративистка, ну, вообще, к чему равняется У, да, вспомнила. У равняется... Ну, да, 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 да. Жизнь у него. Серьезный поднимок. Как-то там я вам не смешно его... Это я описался. Значит, ну, итак, давайте теперь вычислим неративистический предел у этой амплитуды. Значит, ну, для того, чтобы вычислить неративистический предел, нам нужно знать У, да, что право вычислять. Ну, и как это будет выглядеть? Кто-то из вас помнит? Это будет, что там, кори? Эпсилон плюс М. Эпсилон плюс М. Да? Какой-то там... Фи, да? Сигма-бэк на эпсилон плюс М. Фи. Помните это, да? Вот это мы с вами уже вычисляли. Ну, я еще раз напомню, мы используем с вами гармировку, что У с чертой на углу равно половин. Помните это, да? Вот. Ну и все. После этого нужно что, просто брать и вычислять, да? Смотрим. Ну, давайте начнем с чего? Здесь имеется несколько этих самых... Ну, гамма-ну и гамма-ню. Тогда как стоит G-меню, да? То я могу... Ну, G-меню здесь убрать и поставить здесь G-меню, да? Значит, стоят люди, что гамма-ноль на гамма-нуль, да? И там гамма-вектор на гамма-вектор. Согласны? Вот. Ну, теперь давайте посмотрим. Значит, мы вычислим для Лиона, да? Какой... Какой класс будет, так сказать, у него отличный от нуля? Все будут отличны от нуля. Какой-то один... Давайте скажите, а то я говорю, может быть, мы уже потеряли с вами связь. А? Какой вопрос? Какой вопрос? Ну, вот, да, связь почти потеряна полностью, да? Я про это и говорю. Значит, вот давайте вычислим вот эту величину, да? Ну, это вот число, это другое. Правильно, да? Давайте вычислим вот эту величину. Здесь стоит гамма-ню, да? То есть стоит гамма-ноль, гамма-динь, гамма-два, гамма-три. Согласны? Ну, не гамма-динь, гамма-динь, гамма-да. Вот у нас имеется вот такая величина у. И мы вычислим предел, когда P до 1к0. Согласны? Ну, не галлютивизм смотрим. Ну, по-другому. Ну да, для Лиона просто P равно 0, да? Ну, или П кепсилон много-много меньше 1к0, да? Нижнюю часть можно выкинуть, и почему-то, это стандартно. Понятно, что вот эта величина, да, она мала, правильно? Ну, по сравнению с единицей. Ну, то есть, тогда это все стремится к чему? Корень из 2 лем, да, на фи с 0. Согласен? Ну, георгиевистская половая функция стремится. Так? Тогда смотрим. Если здесь гамма-0, то это сколько даст? А? Сколько? То есть, у с чертой гамма-0, это будет сколько? Ну, от К2, К1, ну, здесь К2 и К1 уже не важны, потому что они не зависят. Это будет сколько? Корень на 2 лем, да, корень на 2 лем будет 2 лем, да? Ну, и здесь будет, ну, соответственно, фи крест конечный, там, на фи начальный. Правильно, да? Все? Это понятно? Ну, берем длину ля, потому что, что здесь, здесь еще стоит, ну, у с чертой, помните, да, это у крест на гамма-0, да. Согласны? Вот, тогда получается вот это, вот это выражение, да? А чему равняется у с чертой гамма на у с чертой, да, К2, К1? Оно равняется чему? Ну, это опять, что это будет у крест, а гамма-0 на гамма, это альфа, да? Матрица такая, помните такую матрицу? У вас же еще есть, еще курс там, квантовой механики. Уравнение Гирка там уже изучаете? Так, к тому же мы с вами уже его изучили, да, долгое время назад. Ну, если вы забыли, то сейчас вы уже еще по-другому можете изучать, да? Итак, и сколько будет? Ну, неожели вы не можете в уме переносить столбец на матрицу еще на такую строку? На доске, в сторону, не перепнажать? И грязь, и грязь, и грязь? Да ноль будет. Ну, да, да. Ну, как, ну, один ноль на один ноль, и матрица вот, так сказать, по такой диагонали стоит. Она же перепутывает члены. Ну, перепутывает, если вот такой один ноль перемножаете на матрицу по этой диагонали, она у вас сделает ноль где-то. Правильно? Ну, а ноль один на один ноль будет, наверное, ноль, да? Или мне переумножать на доске матрицы? Ну, Господи, ты Боже мой. Это ноль или не ноль? Ноль. Слава Богу. Итак, дает только какой вклад? Дает вклад только, когда здесь стоит ноль, ноль. Согласны? Все, других следов нет, да? Ну, и кроме того мы даже вышли к чему-то равно ноль. Так, да? Вот. Ну, и тогда вот это здесь, вот это все выражение будет равно чему. Ну, значит, ну, здесь еще, ну, да, если уж, что рассказать, здесь еще стоит, конечно, 2 · 4, это только функция, помните, да? Ну, возникает. И еще возникает, что вот эти все наши множители, которые там, я не написал, да? На один District 2 wiederum into the square. Это так, сначала саму материальную часть, да? Ну, здесь на каждую линию еще, да, по порню, и здесь эта функция, так да? Ну хорошо, тогда что мы отсюда получаем? Мы получаем следующее, что это будет равно, амплитуда будет равная А теперь, я не знаю, сразу опять в уме У нас тут есть 2 m, и здесь есть еще раз будет 2 m, ну другой уже Ну хорошо, хорошо то есть Есть 2 мю амплитона, да, и есть 2 мю амплитона, да, мю амплитона Согласны? Так Вот, дальше есть вот эти множители, да, здесь будут 2 mv и 2 мю в Будет? Так Вот Ну то есть, я хотел сказать, что у нас не сократятся Да? Очевидно Вот А дальше остается Сколько у нас? Что у нас остается? Так, я еще здесь, конечно, должен написать вот это IE в квадрате, да? IE в квадрате И тогда не надо, да, уже? Вот так Если я все напишу Вот Ну вот Есть разложение, да? Тогда давайте я уже Если я IE здесь все написал, и там еще не было у меня, ну вот Есть Погнозам, которые Так То есть это будет IE в квадрате И все так Так Да Вот Значит, ну, значит, что отсюда мы имеем? Значит, давайте IE все Подведем Это будет минус IE И там IE Это будет плюсик, да? Как раз IE получается, да? Так Да Вот IE получается И еще что у нас получается Значит, из закона сохранения вот здесь Энергии пульса будет Соответственно, здесь Так как у нас похожий из центр, да? Энергия одинаковая будет, да? То есть это будет минус единица на 2 квадрате Так В проверке, что я ничего А, еще IE забыл IE в квадрате еще забыл Так Ну, давайте проверим Все ли правильно или нет? Нет ли каких-то Значит Я извиняюсь, здесь сначала не совсем согласован Значит, это IE в квадрате Это просто Так Оттуда осталось Значит, это минус IE в квадрате И E в квадрате Сейчас будет все правильно Да? Да дальше мы с вами выяснили, что это вот лорема Значит Здесь проявляется знак минус, правильно? Потому что стоит ε Ну как? Энергия в квадрате, минус q в квадрате То есть я в минус написал Е в квадрате написал Было Было Минус и здесь плюс И В квадрате 4 Хотя знак неважный Отвечено, но тем не менее Вот Теперь Я могу стереть, да? Вот 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 Теперь давайте все правильно, да? В квадрате Так В квадрате есть Ну Знаки там И все прочее Нет где-то У меня Ошибки Или еще чего-нибудь Как у вас это? По 1 минус по 2? Да, по 1 минус по 2 в квадрате, да Ну как? p1 минус по 2 в квадрате p1 минус по 2 в квадрате p1 минус по 2 в квадрате равняется ε1 минус ε2 в квадрате минус p1 минус p2 в квадрате Согласны? Там было у нас это обозначено за куб, да? Вот это было обозначено, да? Это что? Я вот здесь написал минус куб в квадрате, да? Спасибо. Ну, проверим. Ну, нет никаких. Значит, 0. А жжа 0,0,0,0,0 равняется 1,0,0? Нет, ну, у меня жжа 0,0 равняется 1,0,0. А, сейчас. А 1,0,1,1,1. Ну, я вот так же понимаю, если что. Да. Понятно, да? Да. Все, проверили? Никаких больше нет пожеланий. Ну, теперь давайте сравнивать с тем, что там написано. Во-первых, я хотел бы сказать, что для того, чтобы сравнивать, я должен отсюда, я там напишу, что это поменяется минус i на v на e в квадрате на u в квадрате на 2π на x до функции f минус f и и есть еще, конечно, 2π как бы лишнее. Я хочу сказать, что вот это отличие, оно понятно, с чем связано, потому что там у вас код из конечного состояния, это только код из состояния конечного электрона. Правильно, да? Ну, когда вы возьмете амплитуду в квадрате, да, и на плотность в состоянии конечного электрона. Согласны? Амплитуду в квадрате на плотность в состоянии конечного электрона и в ион, правильно? Так вот, вот этот квадрате на плотность в состоянии конечного иона это даст, конечно же, 1 и сюда. Вот, потому что я проинтегрирую их по d3k, да, и это будет, так сказать, уйдет. Вот, значит, ну, потому что я буду замножить на d3k электрона на 2π в кубе. То есть в этом смысле нужно сравнить вот это с тем, что написано. и что мы видим. Да, ну, мы видим, как это, лишнее до 4π, да. Это про то самое, про то, что я вам вчера сказал, что мы, вот, обложили, ну, когда мы вычисляли, я сказал, что в нашем случае e в квадрате на 4π это равняется. Понятно? Ну, если я свое, там их α стоит, да? Если я здесь, e в квадрате, запишу 4 диаграмма, носок пойдет, да? Видно здесь, носок пойдет? Не видно? Одному видно? Одному видно? Одному видно? Значит, дальше я, конечно, этот связь не сделал, как я написал пропагатор и волновую функцию патона, которую мы с вами давно уже написали. Значит, иногда это определение волновой функции включает корень на 4π. У вас на лекциях. У вас на лекциях. У вас на лекциях, да, я знаю. Вот. И в пропагаторе 3 в 4π. В пропагаторе 3 в 4π. Тогда дополнительно у нас не стоит. Вот. Тогда у вас равняется, p в квадрате равняется α. Ну, есть и такие, как это, это не моя прибыль, да? И, по-моему, мне более часто используются не так, как на лекциях у вас, а вот так, да? Хотя есть всякие определения. Это из той же серии, что спину у, да? Вы можете нормировать там у чертой на у на единицу, да? Либо на 2m. Так, да? Вот. И тогда у вас там поменяется кое-что, да? В определении волновой функции и так далее. То же самое и здесь. Вот. То есть, по определению, вы можете сразу в кориде 4π, по определению, здесь зарядок записать или не записывать. Это понятно? Какие есть вопросы по этой части? Потому что перейдем сейчас ко второй части. Ну, не ко второй части, а к другой, как говорится, в проблеме. Я все более все сказал, что хотел. Нет вопросов? Хорошо. Тогда я стираю и начну. Стираю, да? Давайте рассмотрим рассеяние батона. с колядной частицы. Для того, чтобы рассмотреть рассеяние батонов с колядной частицей, надо написать полгода. Ну, для того, чтобы это сделать, давайте вспомним. Погружат просто для скалярной частицы. Чему равен? Помните? Вы уже писали. Просто скалярная свободная частица. Ну, естественно, комплексное поле. Стоит с колядной частицей. Кто мне? Скажем. Де-миун, да? Де-миун, да? Де-миун, да? На фи со звездой, например, да? Де-миун на фи, минус кармпографию фи со звездой фи. Было такое у нас? Это мы уже с вами обсуждали. Ну вот. Теперь нужно сюда включить электромагнитное поле. Как это сделать? Ну, вы знаете, как это сделать. Нужно что? Де-миун, да? Заметите. Де-миун, минус е, а не туда. Так? Ну, для того, чтобы это сделать, давайте это сделаем. То есть, давайте я подробно напишу. То есть, это будет, можно написать так. Де-миун, а фи со звездой, да? Ну, давайте я это не буду писать. Ну, так как буду заменять только вот это, да? Давай напишу. Вот это увеличило, я могу записать вот таким образом. Правильно? Согласна? Ну, а дальше, используя вот этим выражением, я могу написать, что это будет Де-миун, минус е, а не туда на фи со звездой и Де-миун, минус е, а не туда на фи. Согласна? Согласна? Ну, ладно. Тогда, дальше, смотрим. Это будет, соответственно, равно чему? Ну, берем, ну как, берем, перевумножаем, да? То есть, Де-миу-фи со звездой, наверное, Де-миу-фи со звездой, наверное, Де-миу-фи. Так, значит, здесь будет и Де-миу на Де-миу-фи. Вот это на Де-миу-фи. Так, да? То есть, мы возвращаемся, как бы, к предыдущему. А здесь, дальше, что у нас остается? У нас остается следующее. Например, здесь, если я напишу, это будет плюс, да? Де-миу-фи со звездой. Так, сейчас. Это я хотел написать вот это поле, да? Тогда, значит, Де-миу-фи со звездой. Так, если я вот здесь поставил знак минус, да? Перемножаю сюда, но это будет плюс, да? На А-миу-фи А-миу. Согласно? Есть еще вот этот член, да? Это будет со знаком минус, соответственно, и будет выглядеть так, как фи со звездой Де-миу-фи тоже на А-миу. Еще остается член плюс Е в квадрате и со звездой Фи на А-миу на А-миу. Подержи. Де-миу-фи. Не ошибся ли, я где? Там армию 1. В токах. В токах все. Де-миу-фи. Де-миу-фи. Ну, мы уже можем поменять. Вы бы хотели сказать, что здесь мю, а здесь мю? Не знаю. Ну, как? Так или так? Ну, что же? Согласны или нет? Ну, отсюда мы делаем вывод, что вот эта рука есть по грыжам взаимодействия. Ну, потому что вот эта и вот эта и есть тот самый грыжам с первоначами, а эта добавка связана с полем. Это и есть тот грыжам взаимодействия дерматичного поля со скалярным полем, который вы должны использовать. Ну, как я сказал, давайте рассмотрим процесс гамма. Кому надо, вот, например, химизон, да, там, хи-плюс, да, переходит в гамма хи-плюс. И я прав, рассмотрим. Хотя в реальности это невозможно, да? Силу. Очень маленькая жизнь в телевизоре. Ну, тем не менее. Ну, и неважно, скалярная частица какая-то. Посмотрим такой процесс. Для этого что нам нужно сделать? Ну, теперь мы знаем у грыжа взаимодействия. Ну, для этого нам нужно написать, как будет выглядеть, поле фи-плюс. Ну, давайте я еще раз напишу. 2 εv на сумма на а от b на е в цепи минус типа х плюс b от f крест на е в цепи и по х. Ну, и еще нам нужно написать поле А. Поле А, то есть это магнитное поле амин от х, да, здесь фи, от х, да. Вот. Оно равно чему? Сумма, да, единица на поле из 2 омега В. Вот. А теперь у нас есть сумма. Почему? Естественно, сумма стоит в форме В, а здесь у нас еще поляризация. Ну, помните, мы писали уже армия поля. Было, да? Вот. То есть здесь сумма будет как по К, так и по лямбда. Ну, вообще, и будет выглядеть как. На е, да, μ от чего там вот? К лямбда. Вот. Так, А в В мы использовали. С от К лямбда. На е в степени минус ик х. Ну, на все это скучно. Значит, вот здесь я корень из 4 пи не написал, да, в связи с тем, что мы стали написать как пропагатор как пропагатор. То есть у меня е в квадрате на 4 пи равняется 40. Вот. Ну, вы должны знать и то, и то, потому что вы откроете книгу, можете увидеть как то, что вам рассказал Валерий Георгиевич, так можете увидеть то, что я вам рассказал. Вот. Вот. И как это? Открыть книгу, не могу напугаться, да? Не понимать, что там происходит. Или не обвинять, что кто-то из нас, или Валерий Георгиевич, или я не прав. Вот. Значит, ответы бицепы, как и на то, и все равно. Значит, так, имеется амир и вот фи. Да, я еще раз выписал. Значит, дальше нам нужно написать начальное и конечное состояние. В начальном состоянии у нас что имеется? Имеется потом, например, а вот. Потом и какая-то частица там, столярная, да? То есть это будет равно а крест, не знаю, там, b1. Вот. И имеется потом, c крест, k1, лямбда 1, 0. В конечном состоянии имеется тоже а крест, ну, с другим минусом, естественно, b2. Имеется потом, c крест, k2, лямбда 2. На норму. Да? Вот это нужно и очень сильно. Значит, что, будем делать перерыв, да? Да. Да. Тогда перерыв. Уверен, а то пальцы уже начинают болеть. Не жать, маленькие кусочки. А, итак, здесь нет вопросов, правильно, да? Я вас понимаю. Ну, ребят, давайте вычисляем. Для этого, ну, что можно написать? Сейчас матрица, да? Что равняется с этой предельной экспонентной? Не же равна, что длина с адресом. Ну, вот. Значит, начальное количество заданий мы с вами уже написали. Заможем взаимодействия переписывать не буду вот так. Теперь берем и вычисляем. Значит, первый член разложения будет, ну, вот, то, что здесь написано, то и есть первый член разложения. Тогда вот так. Значит, и что? Тогда я начинаю начать матрицу н-м от вот этого выражения, да? То есть, я думаю, есть N и N плюс I. Мы выражаем I от X, это X, плюс I в квадрате пополам, да? И так, смотрим первый член, и R, R, и он написан. Что туда будет давать вклад или на чего давать вклад не будет? Как вы думаете? Первый член разложения дает туда что-то вклад или не дает? Если дает, то что, если не дает, то не дает. Я про первый порядок говорю. В первом порядке есть что-то? Если есть что-то в первом порядке, то мы тогда и не дает. Не будет, потому что там будет ничем не отчисло из операторов размножения и уничтожения? Ну, для A, да? По полю здесь A в лейной степени, правильно, да? А здесь у нас стоит и 100, и с другой стороны поле, да? Электромагнитное. Поэтому, что касается операторов C, у нас их нечетное количество, да, и по вакууму это будет равно нужно. Согласны, да? То есть вот этот член, как бы, с познаниями будет давать. Теперь смотрим на этот член. Будет давать пары? Ну, как это вот? То, что сказать ноль, это у вас просто, да? То, что сказать, что это не ноль, это уже сложно, да? Будет давать куда-то отчет. Здесь имеется, здесь квадрата рождения до уничтожения, и здесь также. То есть, этот квадрат вполне дает ноль вклад. Таким образом, вот это, вот здесь вот, в этом выражении будет давать только вклад на звук. Идет в квадратик, если здесь двое, и на амин, амин. Вот сюда. Только вот эта вклад, если, ну, будет отличина в квадрат. Тут, величина одного вклада будет равномерно. Но здесь не так все просто, как было раньше. Теперь посмотрим, давайте посмотрим на второй порядок в теории возмущения. По второму порядку в теории возмущения будет... То есть, этот член, забейте, порядка е в квадрате. Порядка альпа. Амплитуда. Теперь смотрим второй порядок. Вот квадрат улона будет двое, будет. И он тоже е в квадрате. То есть, вы должны учесть как первый член разложения, так и второй. Кажется, что они, этот второй член разложения, но их вклад одинаковый. А, потому что в объеме здесь е, здесь е в квадрате. Ну, а более высокие члены вы можете спокойно откинуть, потому что это будет либо, ну, либо вот это е в квадрате переплёсом, там будет е в кубе, но он, правда, и вклада давать не будет. Его вклад равен, ну, потому что здесь три поля. Ну, еще вот, есть квадрат вот этого члена, да, но это будет уже е в четвертой. То есть, вы его уже можете отбрасывать. Ну, вы считаете в каком-то порядке теории возмущения. Это же теория возмущения. Поэтому, вот, в этом месте работает только вот этот член, а в этом месте будет работать вот и е для диму и со звездой, как он отбыл написан, да, на фи, минус и со звездой д с мю фи на мю, ну, я вот условно слышу в квадрате, он, конечно, не в квадрате, в квадрате, он, конечно, не в квадрате, он, конечно, не в квадрате, он, конечно, не в квадрате. То есть, вот в этом месте должен звучать уже дым, а здесь не звучит вот и вот. Это будет давать квадратное таборожение. Ну вот, давайте попробуем вычислить. Здесь имеется еще не такой интересной особенности этого процесса, поэтому давайте будем считать его полностью. Ну и так, значит, первое, что можно сделать, это вычислить, например, ну, как это, будем двигаться последовательно, да, вычислить, что же за это такой вклад, что же за это диаграмма такая возникает здесь. Ну, здесь уже совсем еще просто, поэтому, так, может кто-то из вас виснет около доски? Впечатление простое. Ну, есть желающие? Давайте. Ну, давайте. Вы уже привыкли, да, вы выбираться, вы думаете, сегодня. Так, ну, сначала... Да, 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 вам достается вот это. Сейчас кому-нибудь другому останется посложнее, раз они не захотели выходить, Ну, их вызовет потом. Ну, конечно, состояние вот такое, да. А что вы тут саму шляпу пишете еще? Что вы хотели им сказать, что шляпу везде? Ну, здесь т-противление ничего не делали, да, но, так сказать, с-с-с. Как мы договорились, но выражаться будем понимать как нормальное произведение Ну вот, но при, аминь, я уже в последней стороне Ну, может быть, это умеется, считаем. Смотрите, что касается операторов А и Акрест, они могут действовать только на операторе вот здесь. Это связано только с Фи. Фи со звездой содержит оператор Акрест. Ну, Б не работает оператор, а Фи содержит оператор А. Да, мы слагаем здесь. То есть Акрест. От Фи со звездой идет Акрест, и он должен замкнуться на этот оператор. Правильно? Да. Поэтому мы сразу тут пишем интеграмму по 4х, да? Елтатайте, интеграмму по 4х, сразу тут содержим, да? А отсюда останется что? Да, корень останется, и Е в степени, сколько? И b. И b2x, да? Корень из 2 епсиолом 2, давайте пишем там, 2 епсиолом 2. Корень из 2 епсиолом 2. Епсиолом 2. Ну, так. Фер будет ε, а Ак будет висеолом 2. Все правильно написали вчера. Е в степени плюс, да, где-то только на крест. Ну, потому что Фи плюс. Крест, да? И b2x. А для Фи здесь оператор стоит А. Он разберется вот на начальном состоянии. Правильно? И минус и b1x, да? Ну и, соответственно, от того же пользы. Ну, Фи легко вычисляется. Это можно сделать. Так, да? Да. Дальше есть… А вот сами чуть-чуть посложнее будут номеры. Ну, тоже здесь именно сложно. Вот, смотрите. Здесь есть С и С крест. Правильно? И там есть С и С крест. То есть нужно… Здесь будет квадрат вот этого, да? И квадрат вот этого члена. Согласны? Они дадут номер. То есть нужно только перекрестные учитывать. Но перекрестные дадут что? Что? Одно и то же, да? Ну, там бакуальное значение… Да, только одно и то же. Да, только одно и то же. Ну, понимаете, да? То есть если я перенослю, да? То… Ну, два универа там один какой-то В, да? На Е в степени… Ну, с крестом будет замыкаться всегда вот этот оператор, да? С крестом. Да? Сейчас К2. Да? То есть и К2 есть. А с этим будет замыкаться всегда тот оператор. Ну, как бы вы ни переставляли, то есть сумма, правильно? Ну, вы погоняя в сумме, вы можете поменять индексы. Согласна, да? Вот. И вот он все это просто удвоитель. Так. Е в квадрате мы написали. Так. Все он написал про это. А! Ну, еще забыли бы написать… Вот это. Е, Е, МЮ. Да? Е, МЮ. А, соответственно, чего там? Ну, К1. Е, МЮ зазумкается на К1, да? А это на К2. Ну, там лямбга… Можно написать еще лямбга 1. Да? Лямбга 2. Проверь. Ну, интеграл берется совсем трениальный, да? Трениально берется или нетрениально? Ну, там просто дельта функций возникает. Да, просто дельта функций возникает, да? То есть возникнет что? Смотрите, возникнет на каждую внешнюю множественную, правильно? И дельта функций, правильно? И дельта функций, правильно? Если у вас есть столько, дельта функций. А сам? Да. Вот я, как бы, хочу… Так, что… Пусть мне было нормально. Нет, пока смотрел. Можете здесь. Так, на вот этих… На корень, если поделим. Вот здесь поделим. Корень. Да? Вот я хочу общие множители, чтобы они были ясно написаны отдельно. Это вот те самые множители на каждой внешней линии, глупых четвертой. Четвертая функция. Так, а здесь вот была… Е в квадрате и Е в мюн моей… Скорее, если множители нам… Вот. Ну, так же… Одну верху, другое внизу давайте писать. А то… Вы меня сами только сказали недавно. Да. А сами пишите. Так, да? Ну, смотрите, что мы получили. То есть, это… Или пять, два, три, четвертый. Вот на все эти… На каждой внешней линии умножители. А вот это… Тот самый… Интериальный множитель. А… Ты смотришь, что элемент. Связано именно вот с этой… С величиной. Два Е в квадрате – Е в я. Мы… Мы можем нарисовать диаграммы. Первая. Дарисуйте. А то лучше. Как… Как вы нарисовываете диаграмму? Есть фотон. По фотон, да? Волнистый элемент пусть будет. Не, нет. Куда-вы-куда. Потом в начале и… И в начале. Потом… Вот вы нарисовали. Потом что? Фотон, наверное? Как фотон? Где там фотон, говорите? А, нет. Там же будет рассеять сразу фотон. Вот… Вот эту рисуйте, я скажу. Как вы нарисуете? Эту диаграмму. Ну, в конечном состоянии опять у вас пимбизон имеется, правильно? И ботон. Ну, здесь пропагатор. А, в смысле, я сразу отсюда писал? Ну, сразу отсюда писал. Ну, а что там остается делать? Это называется четырехвозка. Да? Вот. А здесь стоит, что здесь стоит? Здесь стоит два Е в квадрате. Ну, естественно, на каждую... Ну, на каждую... А вот здесь стоит, ну, Е и Е, да. Ну, Е мю там, Е и Е. Понятно, да? Вот такая геограмма, которую нужно учитывать. Вот квантовая, электродинамиковая, но здесь такие геограммы. Читаю, вопросы. Какие к нему вопросы? Можно еще раз? Откуда двойку? Двойку объясняйте. А, ну, сейчас. Так. Видишь там, где рамена стоит? И, видишь там, мы умножаем А с верхним метрским на А с нижним метрским 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 на А с нижним метрским метрским на А. У нас будет четыре слагаемых. То есть у нас будет С, С квадрат плюс С крестом в квадрате плюс С крест на С плюс С на С крест. Ну, С квадрат и С крест квадрат будут 0, С на С крест и С крест на С. Они дают одинаковые квадраты, очевидно, потому что, ну, здесь друг другу просто нет, ну, как это, вариантов. У меня спайлеры с начальными конечнистами, с операторами изначально конечнистами. Есть какие-то вопросы? Ну, здесь еще, конечно, если уж про С матри, то здесь И еще АЛГА поставить. Ну, в общем, множество. Ну, вот И. Аквартина РАП стоит, да? Ну, я не буду уже там справлять, он как бы вычислял вот эту величину. Здесь еще ИС я просто напоминаю. Там еще один из векторов квадратов с сопряженными, да? А, ну да. Ну, в этом смысле один, он где-то здесь написал, где-то написал. Один из векторов квадратов, вот, мы же перемножаем, вот нам тут сказали. Один на это, да? Один сопряженный конечность получается. Вот. Поэтому здесь это вы должны быть, наверное, сопряженные. Ну, понятно, да? У вас есть предминетов на это, один такой-то посряженный. Так, еще какие есть отозрения и неразумения опечатки. Итак, ну, еще, еще, ребята, если... Ну, так, я не буду уже справлять, то, что он как бы вычислял вот эту величину, то, что вы имеете в скобках. Пусть так и оно и останется. Вычислили, да? Нет вопросов, или есть вопросы? Нет вопросов, да? Хорошо, тогда переходим к более, так сказать, интересному, я не знаю, или наоборот, интересному квадрату вот этого элемента. Да? То есть, что я должен сделать? Здесь я должен сделать следующее, что... Ну, давайте я сейчас чуть-чуть поподробнее напишу. Это будет и в квадрате, да? И е в квадрате пополам. Ну, что? На интеграл так, от dµ фи со звездой от х на хи от х на минус фи со звездой от х dµ и от х умножить на dµ от х от х на хи от х от х от х от х у т4 … Фи — ап Мi — спож Desu эту смирил от х Мi а дв starting А, ну, отпиливаем. Да, мы интеграл, давайте я здесь сотрудник, чтобы не только я в этом наехал, но это выражение, что вот так вот пришло, а, dx, dx, да? Вот. Вот такое выражение получается у нас. Ну, что вы, что вы можете сказать при его вычислении, что будет? Смотрите, что касается полей, а, nu, и а, nu, да, то все хорошо, да? У нас имеется по оператору рождения уничтожения слева и справа, правильно? Вот, как раз они будут... Здесь стоит первое произведение, да, я напомню. То есть первый шлен, это будет нормальное произведение. Да, всех. А нормального произведения сколько? Это будет нули или не нули? А? Громче скажите, я вас не расслышал. То есть это... Это произведение, помните, я лябовик, да, нормальное произведение от всего плюс, так сказать, нормально со всевозможными спарями, да? То есть нормальное произведение от всего вот этой печены будет... Ноль, да, вы говорите, или сколько? Или не ноль? Как-то неприятно там звучат голоса. Ноль? Почему? Потому что я спросил, да, или что? Почему ноль? Да, у нас имеется раз-два-три-четыре поле. Раз-два-три-четыре. Четыре поле. Четыре поле. Это нормальный вид, правильно, да? И имеется квадратный рождение уничтожения слева и справа. То есть два оператора уйдут, да, свернутся с этими операторами. Но два оператора останутся в нормальной форме. Согласны? И одних по вакууму ноль. Понятно, что я сказал? Значит, тогда нужно что? Нужно устраивать спарень, правильно? То есть будут давать членов, где это нормальный хоринг, плюс спарень. Ну и спарень, непонятно, должны быть между операторами и фи. Дальше смотрите. Очевидно, что у вас, ну, например, есть вот такой спарень. Фи, например, на фи со звездой, да? И есть спаривание. Еще отсюда фи со звездой, фи. Вот отсюда, фи со звездой, фи. Понятное дело, что они будут давать один и тот же оператор. Ну, грубо говоря, если вы х замените на у, а мю на ню, то это будет одно и то же. То есть для спаривания фи с фи со звездой, а отсюда фи со звездой с фи, и замена х на у и мю на ню, это будет одно и то же. То есть одна вторая уйдет. Непонятно это? Или понятно? Ну, и эти диаграммы будут представлять что? Смотрите, вот если я устроил спаривание, да? То это будут диаграммы, которые мы уже ожидаем в виде дряда, да? Это будут такого сорта диаграммы, да? Одна такая, да? Одна такая, да? А другая, да? Вот такая, да? Ну, то есть если мы вычислим вот этот, если мы сможем с вами вычислить, да, мы должны получить эти две диаграммы. Ну, правда, теперь там нужно понять, что написать, ну, то, что является пропагатором. То есть будет спаривание интераторов фи, это и есть пропагатор. Согласны? Вот. А, значит, внешние линии, папатонные, скалярные частицы. Значит, конечно, можно сейчас вычислить, взять и вычислить эту всю величину. Ну, но я предлагаю немножко пойти по другим путём, потому как мы уже с вами вычисляли рассеяние, правильно, да? Ну, помните, вот по рассеянию скалярные частицы на скалярные, диаграммы и так далее. Вот, и мы знаем, что есть, и мы уже с вами там выясняли, что если мы знаем вершину, помните, была вершина скалярная, да? То, когда второй порядок, мы уже можем с вами рисовать. Ну, помните, вот такая вот, такая вот фотосессия. Сначала мы сочетали вершину, а потом сочетали рассеяние одну частицу на другую, с этим делал гражан. Если мы знали вершину вот такую, да, то мы строили диаграмму вот такие две. Помните это? Поэтому я предлагаю посмотреть сначала, что же это за вершина, да? Отдельно рассмотреть. Вычтите эту вершину, а потом нарисовали уже в общей платке, которой мы как бы понимаем, какой это должен быть. Ну, для этого что нужно сделать? Для этого давайте вычтем, просто вычтем вот такую вершину. То есть, в начальном состоянии, понятное дело, что этот процесс не является физическим. У вас, если есть частица с какой-то массой, с другой массой и случился потон, такого, как это, быть не может. По законам сохранения энергии импульса. Это понятно? Вот. Но, тем не менее, маточный элемент от такой вершины мы можем вычислить. Ну, давайте это и сделаем, чтобы понять, к чему же это равно. Так. Итак, имеется вот такой ладренжа. И пусть в начальном состоянии. В начальном состоянии. у меня имеется, там, А, В2 и СР, там, кран, прям, на ноль. Так. Ну, так. Посмотрите, вот такой процесс. Это вычтемление такого матричного элемента. Теперь смотрите. Если я буду рассматривать эндоматричный элемент, то в первом порядке это вот это решение. Правильно? Подража. У меня имеется одно поле и два поля вот здесь есть. Я начинаю от него вычислять. Если я вычисляю его фритузу, она будет чему равняться? Она будет равняться и Е, и Е. А здесь будет сколько? А здесь будет, ну ладно, интегра. Давайте сейчас мы включим D4x. Вот. А здесь Dµ Фи со звездой. Значит, от Фи со звездой будет оператор какой? А крест. Правильно? Т.е. это будет замыкаться вот на это состояние. Ну, на А. Т.е. это будет, соответственно, Е в степени ИП2x. Согласны? А отсюда, вот отсюда, это будет, соответственно, Е. Ну, я давайте здесь запишу. Согласны? Вот. А здесь будет, наоборот, производная от чего? От этого поля, да? От Фи. Т.е. будет ИП1. Так, да? Вот здесь стоит минус, да? И еще, вот что здесь будет стоять? Т.е. Что? Какой знак будет стоять? Ну, с ним у нас два минус. Т.е. смотрим. Фи со звездой. Здесь стоит плюс, да? ИП2. Так, да? Мы его продифференцируем. Вот я написал ИП2y. Так, да? Т.е. здесь теперь стоит звездой от Фи. Фи стоит, вот это будет оператор, давайте, ладно? Правильно? Т.е. будет стоять минус ИП. Согласны? ИП. Т.е. это будет сколько? И еще стоять минус, да? Т.е. будет плюс ИП1y. Так, да? Ну, вы проверяете чего-то у меня? Ага. И еще стоит, у меня опять я налаживаю сюда. И умножается это еще на второе, на поле Амю, да? Стоять. Это будет, ну, если это в конечном состоянии, да? То есть С, да? Т.е. должен взять крест, да? Крест. Т.е. это будет Е-мью со звездой, да? Со звездой. Ну, буду тогда вверху написать. Со звездой. И Е в степени ИКХ. Я извиняюсь, что у меня получилось с Криво-Косом. Но тебе не понятно. Так, да? Ну, Деграл, естественно, берешься. Будет закон сохранения вершиней. Но главное-то, что вы хотели себе получить, то, что мы должны написать вершиней. Вот ни. А вершиней, ну, что у нас получилось? Мы должны написать. И, да? От Преодин на Е-мь, да? Так получается. Так, здесь идет оператор А-Крест, да? А-Крест плюс И-П. Так. А здесь идет оператор А, да? Минус И-П. Ну, проверяйте все знаки там и так далее. Взявь, это А-Шин вся. Рубина-ВА-Крест. А то было внимательно следить. Суть заключается, еще раз повторяю, в том, чтобы написать то, что есть вершиней. А-Крест и Е-вершиней? Да, да, конечно. Е-вершиней, Е-вершиней точно. Ну вот, потому что и Е вершину, и еще вершину Ну, смотрите, давайте, прикрепить еще А теперь мы можем попытаться уже написать полуматочный элемент Проверьте, нет ли каких-то недоразумений? Ну а теперь мы можем рисовать, учитывая наш опыт Как это, предыдущий, да? Мы можем рисовать две диаграммы, сопоставив то, что мы знаем То, что стоит в вершине, мы знаем, да, здесь Пропагатор мы знаем И то, что получатся две диаграммы Мы догадываемся, да? То есть полный вклад будет вот эта диаграмма Вот, вот ее вклад написан Четыреххвостка, да? И плюс вот эти две диаграммы Которые мы сейчас можем и в их вклад написать Ну и дальше мы можем уже их вычислить Вот, я хочу сказать, пока что нет никаких у вас непониманий или еще чего-то Потому что дальше мы будем вычислять Просто напишем матричный элемент и будем его вычислять Там есть свои замечательные особенности, с которыми вам желательно ознакомиться, да? В этом матричном элементе Вот, до того, как я вам буду это написать, я хотел бы, чтобы здесь у вас не было вопросов Учитывая, что у нас осталось две минуты, я, наверное, вроде даже сегодня писать уже не буду Поэтому где-то есть, если вопросы, то давайте Тогда следующий семинар, он у нас будет теперь меньше, чем через неделю, да? Вот Мы начнем с того, что напишем этот матричный элемент в его вычисках На следующей неделе вас ожидает три семинара Вот Так что, готовьтесь морально и физически Теперь у нас есть Поехали Продолжение следует...